Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 июня, Православная Церковь совершает память мученика Ермия Каманского. Святой мученик Ермий пострадал за Христа в городе Каманы во время гонений при императоре Антонине Пии. Правитель Севастьян, прибывший в Каппадокию для исполнения приказа о преследовании христиан, предложил святому принести жертву языческим богам, обещая за это почести и милость императора. Но убеленный сединами воин мужественно исповедал свою веру во Христа. После долгих уговоров правитель повелел мучить святого. Его били по лицу так, что содрали с лица кожу, а потом бросили в раскаленную печь. Когда через три дня печь открыли, мученик Ермий вышел из нее невредимым. Правитель Севастьян приказал Волхву отравить святого Ерме ядом. Отравленное питье не принесло святому никакого вреда. Также и второй кубок с сильнейшим ядом не умертвил мученика. Волхв уверовал, принес покаяние Христу Спасителю и был немедленно обезглавлен, крестившись собственной кровью и восприняв мученический венец. А святой Ермий был предан еще более жестоким мукам. Из него вытягивали жилы, бросали в кипящее олово, выкололи глаза. Но он смиренно благодарил Господа Иисуса Христа. Потом мученика Ермия повесили головой вниз. Три дня висел он в таком положении. Люди, посланные правителем удостовериться в смерти мученика, нашли его живым. Пораженные чудом, они ослепли от ужаса и начали взывать к святому, чтобы он помог им. Святой мученик велел подойти ослепшим к нему, возложил на них руки и исцелил именем Иисуса Христа. В ярости правитель приказал содрать с тела святого всю кожу, но страстотерпец по-прежнему оставался живым. Зарычав, как лев, Севастьян собственноручно, ножом отрезал честную главу святого мученика. Так окончил подвиг свой мученик Христов Ермий в 166 году. Христиане, придя тайно на то место, взяли честное тело его и похоронили в Каппадокии на месте, называвшемся Камана. Здесь совершались многие чудеса от честных мощей мученика и подавались многоразличные исцеления во славу Христа, Бога нашего, которому вместе со Отцом и Святым Духом воссылается слава, честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостола от 70 Ерма, мученика-философа Александрийского, священномученика-философа Арнатского Пресвитера и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok